Субтитры сделал DimaTorzok Буквально вчера Тут значит у нас есть Мыльная основа С коровьим молоком Потом сливки козьи Ну как-то так у меня случилось Что я решила поэкспонтировать Сливки козьи потом Мёд Потом сок алоэ И кокосовое масло И тут у нас нет никакого красителя Почему говорю, что нет Потому что в других двух кусочках будет Причём один не кусочек Я думала, что Мне показалось, что оно такое жиденькое И что я переборщила с кокосовым маслом И что оно будет совсем такое мягонькое Жиденькое А нифига оно застыло И стало в итоге такое Застывшее В том месте В той коробочке, которую я покажу В общем, вот такой цветочек Одно из мыл Я возьму с собой Мало ли чего В путешествия Вот это с синим Этим самым Красителем Но оно Так как алоэ Там вот оно Как бы немножко такое Ближе к серо-зелёному было То синий он как бы Растворился Но не настолько синий вышел В общем, вот мыльце Это тоже без красителя Наверное, я всё-таки возьму Вот этот кусочек Ну, мало ли, что там В этой Абхазии Замыло будет Тут вроде как Сам делал И вот то, про что я говорила Сюда я добавила Красного красителя И скрестила красный синим И вот оно у меня Вот такое вот теперь Твёрдое мыло Завтра, может, попробую Его заюзать Чисто так вот Губочкой мокренькой Потереть Чё там будет Так, ещё я вчера Делала себе Вод для ногтей Ну и Местами у меня получился Даже как Бальзам для губ Делала себе Вот в такой баночке Ну, у меня что-то там Дофига всего вышло Тут, в общем, кокосовое масло Пчелиный, соответственно Воск Эфирное масло лимона И сок лимона А вот дальше Уже таких 5 баночек Некоторые получились сверху Из-за того, что они получились сверху Их можно юзать Как Бальзам для губ Один, в принципе, я и юзаю Вудь 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 И, наверное, с собой Я возьму маленькую Такую баночку Ну, как бы В принципе Вод для ногтей Но Можно иногда И вместо гигиенички Хотя гигиеничку Я тоже туда беру Но номер Это без разницы Чем вот так намазался Да Я сейчас как раз Не намазю Канай ничем А насчет лимона У меня как раз был Такой грейтрут И мята От японской Небей Которую мне задарила Алена С Украины Так что я думаю По вкусу оно было Как лимон Конкретный такой Что лимонный Бальзам для губ Тоже сойдет Чуды мы его берем Тут у меня есть Настойка Чистотела 65 миллилитров Коньяка Старейшина Пятилетней жизни Плюс 11 грамм Ножек и листьев Чистотела 17-го ножи Стол 2017-го Своя Ко мне как-то приходила Подруга со своим парнем И он приносил С собой Алькоголь А так как я такой Алькоголь не пью А он как бы остался Думал Че бы не сваять Какую-нибудь такую Лечебную Пардон Настойку Ну Смысл Можно развести И какая-нибудь Мазь будет Тут что у меня А тут у меня Вот для наклей Я про него забыла Тоже как-то делала Ну примерно Все тот же состав Кокосовое масло Воск Черейный Ефирное масло Лимона И лимонный сок Так Чего у нас тут В 17.50 В 6.05.2019 Залила шкурки Цедру Одного апельсина Фильтрованной водой В 10.45 В 7.05.2019 Налила ее Бутылочку 400 мл Ну там какой-нибудь Лосьончик Своять Там добавить В какую-нибудь ванну Для ног, для рук Или для тушки Или еще чего Вот так это Как бы пригодится Этим я усиленно юзаюсь Это у нас Отвар цветов Розы И пиона Плюс Эфирное масло Розы Сколько там Капель эфирного масла Не указано А я не помню 18.06.2019 Прошлого года Сделано Кстати вот Очень хороший тоник Ну да Это бутылочка От Ифраше Это бутылочка От того Многострадального геля Который якобы Корейский На самом деле Русский Тут у нас Настойка плодов Лапиноса На водке 19.07.2020 Прошлого года Свояйная 180 мл Или 200 мл Ну вместе с этой водкой Соответственно Короче Одну чайную ложку Вот этой настойки В интернете Нашла рецепт Залить Стаканом Воды Фильтрованные Или кипятка Остывшего И прополоскать рот Если у вас болят Вот эти там Десна кровоточат Или еще что-то Или просто У вас ангина Или горло болит Тогда прополоскать горло Ну и можно Разводить Каким-нибудь там Настоем Трав Не знаю С апельсиновой водой Сочетается или нет Или просто водой Соответственно Тоже Использовать Как лосьончик уже Тут остатки Были роскоши Он долго-долго ждал Когда же я его обозрю Ну в смысле Обозрю эти Пустые баночки Практически Обозрю эти Свои домашние косметики Потому что Совсем чуть-чуть осталось Я думаю Ну останется Закончится он И Утилизировать его Так Отвар ягод И веточек Веток О Это я обязана Прочитать Просто Отвар ягод Писала я Соответственно В скобочках И веток На которых ягоды Лаконос Лаконосом 230 миллилитров От 19 сентября Простого года И 20 миллилитров Водки Лосьон Для лица И тела Очень хорошая Штука Вообще Если у вас На огороде Или в саду Растет Этот чертов Лапонос С черными ягодками Похожими На малинку Или Ежевичку Которые Здоровому человеку Если он не ребенок А взрослый Но от 18 до бесконечности В сутки Можно до 10 ягодок Сожрать Больше можете травануться То Заваяйте себе Такой лосьончик Так Тут у меня что Тут у меня это Бабуся у меня Такое дело Какая-то там Дофига Полезная фигня Там типа Ноги болят Спина болит Голова болит Но я стабильно забываю Вот сейчас тоже Забыла Настойка Сирени На 100 миллилитров Водки 20.06.2017 года Ну водка Она наверное Как вино Там может до бесконечности Стоять Плесени пока нету Вот она Тоже Ифрашевская Какой-то Это по-моему Спрей был С мальвой Что-то вменяемое Я хотела Глянуть состав Но если что Я вам просто Пошлю В инфобоксе Есть ссылка На мою Группу Вконтакте Со всякими там Травами Рецепциями Там еще есть такая Строчечка Типа Хош Заказать мыло Ручной работы Бальзам Для гуполи Там вот Для ногтей Ой я забыла Этот дезик Ну наверное Схожу потом За ним На паузу поставлю Короче говоря То вот Там как раз Есть где-то В постах Это туптан Не смотрите Что тут баночка Есть под маски Вот туптан Когда-то Спинка Своей подруги Я его делала Его было Слегка больше Потом я про него Забыла Ему вообще Ни холодно Ни жарко И я его стала Юзать Почитала Что-то на каком-то Форуме Там что глиной Некоторые люди Зубы чистят Еще чем-то И что узнала Что у птаном Можно чистить зубы Очень даже хорошо Чистит зубы Уптан Не этот В смысле Не расточительный Экономичный Такой Ну Сейчас я пока Зубной пастой Чищу Корейской И с собой Ее возьму Ну вот Уптан И можно голову Помыть Можно эту тушку Помыть Так 20 сентября Прошлого года Сделано Сок Облепихи 40 мл 40 мл Огурца Сок облепихи 50 мл Концентрированный 60 мл Василькового лосьона Изначально Был это Васильковый лосьон Потом это все Туда зафигачилось Васильковый лосьон 20.06.2017 Сделанный Через год Практически Через год Да вот Через год Даже с хвостиком К нему что-то добавилось 3 грамма Васильков Сами соцветия И 150 мл Водки И я С этого концентрата Делаю Всякие разные Лосьончики Там Тоники Себе В общем Вот Тоже такая Вполне Семь меняемая Штука Тут у меня Тоже апельсиновая Вода Мало ли что С ней ваять Тут у меня Отвар Флоксов И Растения Бергамот 14 апреля 2019 года В 23.00 Свояяя У меня есть тоже флоксы. Отвар флоксов, настой растения «бергамот» в кавычках. Но оно называлось «бергамот», но я его заварила сначала в чай. Вот, ну, нету того эффекта, как чёрный чай с бергамотом. Один к одному. Это вот флоксы и отвар вот этого самого растения. Плюс 20 мл смеси. Сок облепихи, концентрированный огуречного лосьона, василькового лосьона. От 16 апреля 2019 года. Это вот как раз вот к тому, вот сейчас скажем, вот к этому. Вот это с этим я скрестила. И получилось у меня вот это. Спрейчик такой. Ну, тоже морду лица протирать. Сходила я за дезиком. На самом деле у меня там ещё есть плиточка. Этот я специально делала в дорогу. Конечно, его как бы много такой, наверное, плиточки. Но что-то вот как-то я её сделала. Тут у нас эфирное масло чайного дерева, шалфея мускатного и внезапно розы. И ещё, так как это, там был кусочек воска, который уже как бы почти смылился, скажем так, закончился. То там ещё было немножко остаточных частичек эфирного масла лаванды. Ну, кокосовое масло. Понятно, что воск этот пчелиный, если вдруг не назвала. Тут у нас, чего это, как ногами присобачено, отвар розы, пиона и листьев лотоса. Я тоже делала окачку на шевелюрку, но и в итоге вот немножко обтела. И тут я делала, ну, мне помогала переливать одна моя подружка, типа крем для ног. Тут, значит, кокосовое масло, чилиный этот воск и какие-то эфирные масла, но я уже не помню. И вот, когда он в тепле так полежит, он вполне себе такой мяконький, ежеденький. А когда без тепла полежит, то из него просто вот так как-то ослаивается масло. Ну, короче, его надо потрясти, тогда он будет однородный. Короче, вот, мяконький такой. Двигается. Вполне себе нормально так вот пятки офигачивает. Но я, правда, про него забыла, поэтому он у меня стоит и жрать не просит. В общем, вот такой у меня обзор. Возможно, я что-то упустила. Возможно, я что-то забыла. Ну, короче, всем спасибо, кто осилил до конца. И всем пока.